Приглашаю Алексея Анатольевича Устюгова с очень интересной лекцией о моделях нейродегенеративных заболеваний. Спасибо большое за представление. Немножко все уже подустали, поэтому я постараюсь оперативно доложиться. Я сегодня расскажу немного про те подходы, которые мы используем при разработке препаратов, соответственно, при получении новых уникальных веществ, которые у нас синтезируются в институте, а также те модели и методы, которые мы используем для адекватного отбора этих новых препаратов. Ну, немного экскурс и немного развеять нас от науки. Черноголовка недалеко находится, и, соответственно, я сейчас являюсь директором Института физических и активных веществ. Мы стали обосновлены подразделением в новом образованном Федеральном Советском Центре, поэтому милости просим в гости. Это экспресс-тур по черноголовке, поэтому очень красиво, жизненно и интересно. Поэтому переходим к теме нерегенерации. Как вы знаете, популяции во всем мире взрослеют. Количество людей, которые страдают нейрегенеративным заболеванием, неуклонно растет. И здесь, наверное, больше не в том плане, что количество людей этих увеличивается, а оно происходит во всем мире, и этот тренд будет только сохраняться. Да, конечно, цифра, которая, скажем, здесь вот взята на графике из Всемирной Организации Здравоохранения, она не такая большая, как, скажем, раковые или там про диабет мы сейчас слушали. Но каждый пациент, который страдает нейрегенеративным заболеванием, он сосредотачивает на себе достаточно много ресурсов, как людских, так и финансовых, так и, то есть нужно и обеспечить его жизнестостояние, то есть это на родственников ложится. Сама система здравоохранения вынуждена уделять много внимания этому. Поэтому один пациент обходится с той стране, в которой он находится, достаточно много ресурсов. Если вот посмотреть на динамику в мировой статистике, то к 50-му году ожидается там 139 миллионов людей будут страдать так или иначе от недугов нейрегенеративных. И что самое важное, что не так много препаратов на данный момент существует на рынке, которые могли бы способствовать или хотя бы улучшать то состояние, в котором эти пациенты находятся. Ну, мы живем в России, поэтому интересно, что у нас, а у нас никто не знает. Потому что для Минздрава статистика, по статистике у нас там всего лишь... Я тут не привел на слайде, но в Минздраве там своя статистика, и они их не учитывают, как, скажем, Альцгеймериков или как-то еще, они их по-другому ведут в своей системе статистики. Поэтому, как правило, мы не знаем точное количество, но примерно есть оценки, что это примерно 7 миллионов человек. Ну и, соответственно, если это экстраполировать на сколько затрат на одного человека, то это порядка 75 миллиардов в год так или иначе тратится на обеспечение вот этих вот больных. Ну, как бы проблему я подвесил, поэтому давайте перейдем к разборку материала. Что такое, что включает в себя профиль нейрогентированных заболеваний? Ну, в основном 90% это, конечно, болезни Альцгеймера. Сейчас существует уже теория, что это целая плеяда болезней, которая просто называется уже болезнью Альцгеймера. Дальше идет болезнь Баркенсона, деменция с тельцами Леви, фронтопоральная деменция, боковой метрофийский скислероз, хорея Гентингтона. Ну, то есть здесь достаточно интересный спектр, и мы взяли для себя такую парадигму о том, что все эти болезни имеют что-то в общем. А в общем они имеют то, что они протеинопатии, то есть происходит агрегация белка, в результате чего возникает вот весь тот круг патологических процессов, которые сегодня целый день вы рассматриваете. Поэтому в этом есть наша здесь связка, потому что молекулярные механизмы, которые в итоге в патологии участвуют, они такие же, как и в диабете, такие же, как при ишемии, при инсультах и так далее. То есть мы смотрим на то, что с молекулярной точки зрения они имеют схожести. Соответственно, и методы терапии должны быть одинаковыми, потому что сегодня вот сейчас как раз про митохондрию рассказывали. Очень много работ в нашем институте также проходят с митохондрием. Мы используем те же самые методы и такие же подходы для того, чтобы оценить проницаемость поры и так далее. Ну, здесь, если посмотреть на болезнь Десгеймера, то мы ее рассматриваем через рамку, что это протеинопатия, в которой агрегируют бета-амилоид и тау-белок. Болезнь Паркинсона в основном связана с дисфункцией альфа-синуклеина. Это хорегентингтона, это внутриядерные включения с гентингтином. Бокомоид, трофический склероз, это фуз-протеинопатия, это ДП-43-протеинопатия. Поэтому, когда мы моделируем различные биологические системы, мы, как правило, опираемся на эти белки. И, собственно, вся парадигма представлена на одном слайде. Это касается вот этих белков, которых я описал выше. При нормальной функции белков они имеют нормальную конформацию, но при стрессе, мутациях, вирусных инфекциях или других каких-то патологических факторов они меняют конформацию и становятся вот такими красненькими кружочками, у меня здесь обозначено. Это динамический процесс, то есть благодаря шоперонной активности они могут вернуться обратно в нормальную конформацию, и процесс не усугубляется. Но при возникновении и наращивании этих патологичных форм они образуют олигомеры, протофибрилы. Здесь у клетки вступает защитная функция в виде убегритинопротосомной системы или через аутофагию эти олигомеры и протофибрилы выводятся. Но они имеют токсический эффект, в том числе и на митохондрии. Дальше, если эти олигомеры и протофибрилы накапливаются, то они уже переходят в зрелые фибрилы, которые потом могут оказываться во внеклеточном пространстве, внутриядерных включениях, отложениях в цитоплазме. Это могут быть как аксональные отложения, так и агрегатив теле нейрона. Так или иначе, это приводит к той патологии, которую мы видим при рассмотрении гистопологических материалов у пациентов. Ну, с чего мы начали? Естественно, с клеточных культур. Мы просмотрели большую литературу, большой объем литературы, распознали, какие мутации встречаются. Ну вот мы взяли здесь фузпротеинопатию и ТДП-43 протеинопатию, как наиболее простой, что ли, вариант. И в то время, это было в 2014 году, еще мало было известно про это. Мы, соответственно, промоделировали, создали несколько репортерных векторных систем и оценили их биохимический анализ этих включений, провели анализ токсичности мутированных белков и иммуногистохимический анализ этих агрегатов в клетках. Ну и показали, что, да, действительно, некоторые изоформы наиболее токсичны, они фактически убивают клетку, какие-то изоформы менее токсичны, и они, как бы, являются, на самом деле, ключевыми для нас моделями, поскольку на них можно отрабатывать какие-то терапевтические подходы, и возникает возможность проведения отбора препаратов. Также, например, при работе с ФУС и ТДП-43 белками мы выделили две изоформы, которые, на наш взгляд, оказались наиболее успешными, и потом уже использовали эту методику или эти результаты для того, чтобы создать трансгенных животных на основе того, что мы получили в клетках. Трансгенные животные, которые мы используем, они также отличаются по спектру. Например, линия 5xFAT, она в себе включает различные мутации, ассоциированные с болезнью Айтгеймера. Здесь пять мутаций представлено. В нашем арсенале есть также животные 2xFAT, то есть с двумя мутациями 3xFAT, то есть вся линейка у нас присутствует в нашем виварии. Животные с таупатией очень интересные имеют фенотип. Они, соответственно, ближе к 6 месяцам начинают вот такой вот тремор изображать. Это уже финальная терминальная стадия, поэтому нам это очень интересно, поскольку до 6 месяцев возникает окно возможностей для того, чтобы пролечить этих животных теми препаратами, про которых я расскажу позже. И еще одна линия – это фузпротеинопатия. Это модель бокового метрофического склероза. Соответственно, это уже наша разработанная линия совместно с Институтом биологии и гена очень востребованная в нашем институте и вообще просто в стране модель, которая воспроизводит с гистопатологической точки зрения те включения, которые встречаются у пациентов с боковым метрофическим склерозом. Ну, собственно, вот я описал арсенал методов, которые мы используем, как клеточных, так и мышиных, для того, чтобы в дальнейшем отбирать препараты. Но вот прежде чем приступить, что ли, к такому скринингу, мы с Сергеем Олеговичем Бачуриным в свое время провели такой анализ вообще, какие мишени на данный момент находятся в разработке, то есть какие фармакологические мишени именно присутствуют в клинических испытаниях. И вот создали такую карту. В итоге получилось фактически все в клетке, так или иначе связано с болезнью Альцгеймера. Куда ни ткни, это все является фармакологическим мишенем. Это было на момент 2017 года, то есть сейчас, наверное, их еще больше стало, потому что, естественно, знания о патологии растут, и каждый этот квадратик может в себе включать один или несколько препаратов, которые были в разработке. На данный момент, как я уже сказал, если говорить про болезнь Альцгеймера, ну, наши четыре классических препарата, которых, ну, они до сих пор присутствуют на рынке, они все так или иначе являются ангибиторами целиных элистераз, и два новых препарата, которые это уже биологические препараты, которые появились на рынке буквально позатом и позапрошлом году, это антительная терапия, направленная на снижение бета-амилоидных включений. Но так или иначе, они имеют тоже побочные свойства, поэтому для нас, наверное, было интересным посмотреть на препараты, которые, может быть, не так имеют высокий потенциал на какой-то конкретной мишени, а могут воздействовать на несколько патологий одновременно. Если вот вернемся к этой картинке, к этой карте, да, то увидите, какое количество мишеней, поэтому наша здесь стратегия была выбрана таким образом, чтобы воздействовать на большое количество участков в этой карте, и, соответственно, одним из таких препаратов демибон, он на самом деле достаточно давно был синтезирован, имеет свои корни в МГУ здесь, соответственно, и длительное время использовался как антигистаминный препарат, и он слабый антагонист H1 рецепторов. Соответственно, применялся в Советском Союзе широко, пока его с рынка не сместили более активные препараты, поэтому продавался в аптеках по 62 копейки. То есть это достаточно дешевый, и препарат достаточно распространенный был. Мы определили, что он, ну не только мы, а достаточно много людей изучало демибон, что он обладает очень широким спектром и, соответственно, биологической активности, и как в результате может быть использован как нейропротектор или стимулятор для лечения нейронидеральных заболеваний. Ну, я не буду сейчас рассказывать историю демибона, потому что она такая трагичная, что ее в итоге демибон выкупила компания Pfizer и провела клинические испытания третьей фазе, и в итоге ничего хорошего из этого не вышло. Но мы не, так сказать, наш интерес к этому не увял, и мы разработали целую серию производных демибона, фторированных и так далее, и провели ее через вот те модели, которые, методы, которые рассказывал. И было показано, что, например, на животных 5Х-фат демибон улучшал пространственную память, а при многократном также введении предотвращал возраст зависимого снижения моторных дисфункций. Ну, то есть это препарат, который, или производная демибона, оно имело болезмодифицирующий эффект, и животные, которые, генетические модели, которые предрасположены к этому заболеванию, в данном случае это была болезнь Альцгеймера или церебральный имелоидоз, они, соответственно, вели себя достаточно позитивно. Также на другой модели стаопатии, вот животных, которых я показывал, мы протестировали два производных демибона и показали, что при многократном введении ДФ-302 и 312 снижают накопление гиперфосфоридированной формы белка ТАУ в срезок спинного мозга и также замедляют проявление симптоматической картины таопатии у мышей этой трансгенной линии. То есть, опять же, используя различные модели уже трансгенных животных, мы показали, что фторированные производные демибона имеют такой эффект. Ну и таким последним, что ли, моментом было это уже ДФ-402, это следующее поколение производных демибона на совершенно другой модели уже фуз-протеинопатии. То есть, это вот мыши, которые моделируют боковой метафический склероз. Они также многократно принимали этот препарат и их продолжительность жизни увеличивалась. Да, она не менялась трагически в плане, что мыши не выздоравливали и не становились как дикотипными и жили два года. Но, тем не менее, увеличение продолжительности жизни даже на 20-30% это уже существенный признак, если это экстраполировать, например, на человека. Потому что сейчас пациенты, которые имеют диагноз боковой метафический склероз, это фактически приговор, потому что течение болезни идет очень быстро и это фактически терминальная стадия наступает через несколько месяцев. Поэтому даже увеличение жизни на 30% это уже существенный результат. Ну, что мы здесь посмотрели? Мы увидели, что при приеме этого препарата увеличивается продолжительность жизни самой, соответственно, и также влияет на досимптомную стадию. То есть, животные жили гораздо дольше без симптомов и даже когда симптомы наступали, то они все равно жили дольше по сравнению с мышами, которые не получали этот препарат. Ну, демибон это хорошо и интересно, но нам хотелось двигаться в несколько таком другом ключе, тоже в парадигме мультитаргетности. То есть, известно достаточно широкий круг препаратов, которые я показывал, но они все как-то действуют на разные мишени. И мы выбрали стратегию, когда объединить два фармакофора с известными мишенями в один препарат с использованием различных спейсеров. То есть, это вот такая вот картинка. Вместо того, чтобы латать крышу по одиночке, мы используем один препарат, который, соответственно, полностью накрывает эти изъяны. Поскольку мы относимся к химическому отделению, то у нас достаточно интересные химики, они очень креативно подходят к задачам, которые перед ними стоят. Поэтому, отобрав нейроактивные скафолды, соответственно, это фактически фармакофоры, которые на данный момент используются во всех препаратах. И с помощью компьютерного моделирования также были отобраны те линкеры, которые могут быть востребованы при соединении двух этих фармакофоров. И, соответственно, вот мы взяли для себя, имея успех работы с демибоном, взяли часть этого демибона, а дальше здесь прицепляли различные производные. Что в итоге получилось? То есть, имея такую вот гибридную молекулу, то есть нижняя часть это у нас от мемантина досталась, верхняя часть это у нас гаммакарболиновый остаток из демибона. Мы показали, что происходит ингемирование бутылиинхолины стеразы, наступает метапротекторный эффект, стабилизация микротуберчик и также связание с НДА-рецепторов. То есть на нескольких фронтах эти молекулы могут взаимодействовать одновременно. Пусть слабо, пусть хуже, чем изначальные фармакофоры, изначальные молекулы, из которых эти фармакофоры были вытянуты, но одновременно. Соответственно, здесь показана пока что клеточная часть и следующие наши результаты будут уже, естественно, перенесены на животных. Здесь два препарата, которые показали, что в культуре клеток снижается количество этих агрегатов, фузпозитивных агрегатов. Что говорит о том, что те новые производные, биби-фармакофорные производные, достаточно эффективны, и следующий наш шаг – это, соответственно, испытать их на животных моделях. Я подошел к заключению, обещал, что будет быстро. Соответственно, что мы можем сказать, что рост населения, про который я говорил, требует новых препаратов, которые отсутствуют. Также существующие средства малоэффективны, поэтому необходимы не только новые препараты, но и новые модели, и, соответственно, не надо забывать, что при разработке вот этих препаратов нужно учитывать, что это мультифакторные заболевания, соответственно, и препараты должны отвечать этим вызовам и, соответственно, приносить, влиять на каждый из этих стадий. Коллектив, который трудился и будет трудиться над этими результатами, мои данные находятся здесь. Прошу, пожалуй, черноголовку. Большое спасибо. Есть ли у нас вопросы? Я принес пять минут. Да. Так, хорошо, Василий. Ему надо приз дать, всех больше вопросов задают. Мы просто, поскольку все устали, а я как раз проснулся к концу. У меня вопрос из серии очень дорогой и проще сказать, чем сделать, но тем не менее. У вас же есть как бы вот эта вот карта метаболических путей, на которую, по идее, надо воздействовать. Да. Соответственно, вопрос. Я понимаю, что это очень дорогой вопрос, но есть ли причины, кроме цены, почему вы там так не делали или вы так делаете, сделать панель скрининга и жахать туда просто химический скрининг из сотен тысяч соединений. То есть вы можете все эти таргеты сделать и просто тупо скринить соединения, не конструировать вещества с линкерами, а просто сотни тысяч соединений шпарить и искать те, которые будут воздействовать на максимальное количество мишеней. Ну, убрали презентацию, поэтому постараюсь быстро ответить. Это возможно. Ну, я понимаю. Почему мы это не делаем? Ну, потому что мы, как сказать, ресурсы ограничены. Нет, ну я поэтому и спрашиваю. Есть ли причины, кроме того, что это очень дорого? То есть каких-то других… Нет, на самом деле это не так дорого, как кажется. То есть, в принципе, можно создать панели с учетом сейчас машинного обучения и так далее. И у нас даже есть группа, которая занимается вычислением структуры активности. Она у нас одна из первых в стране была создана. Ну, я скорее про вот этот роботизированный скрининг. Он же вот как раз довольно… Роботизированный скрининг, наверное, будет тяжело поставить, потому что решения очень разные. Они по анализу будут разные, интерпретации данных тоже будет очень сложно произвести. Поэтому скорее тут лучше опираться на… Ну, то есть, эта карта, которая была составлена, она же была по всем клиническим исследованиям, которые идут. Какие-то провалились. Тут, наверное, можно будет эту карту раскрасить потом. Какие провалились, туда больше не надо ходить. А те, которые там находятся сейчас, там, не знаю, до сих пор на третьей фазе, вот туда лучше, наверное, и бить. Тогда, может быть, из этого и получится какая-то польза. Ну, просто моя мысль к тому, что, по крайней мере, теоретически можно попробовать собрать панель, которая, ну, умеренно просто тестируется. Я не знаю, но это надо смотреть прямо детально. А если она собирается, то вы можете, как бы, сотни тысяч соединений проверять, ну, умеренно, рутинно при доступе к этим роботам. Ну, да, да, согласен. Ну, у меня было интересно, есть ли причины, ну, кроме того, что это не так легко сделать, как сказать. Да. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да. Пожалуйста, здесь вот вопрос у нас. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос про демибон. Вот у вас в докладе прозвучало, что он ингибирует серотониновые рецепторы. Ну, и серотониновые тоже, в принципе, но еще один в основном. И вот у меня в связи с этим вопрос, а он вообще, как бы, какое влияние может оказывать на эмоциональное состояние? То есть, насколько я помню, звучало в докладе о том, что он, наоборот, улучшает когнитивное состояние там мышей, но вообще просто очень часто бывает такое, что, наоборот, такие препараты там имеют в побочном действие какие-то расстройства психические. То есть, это как-то… Да, говорился, не серотониновые рецепторы, а H1 рецепторы, то есть, соответственно… А, гистаминовые. Ну, гистаминовые, да. Соответственно, по поводу серотонина не мы делали исследование, это зарубежные коллеги. Я сейчас не… Ну, если найду статью, то могу просто переслать. Оно также имеет очень слабое… То есть, он слабый антагонист, в том числе и этих рецепторов. Поэтому есть более сильные, скажем, антагонисты серотониновых рецепторов, которые на рынке существуют. Поэтому здесь… Не могу сейчас ответить просто на этот вопрос прямо так что… И еще второй вопрос. Ну, он такой немножко… В общем, когда подбирались вот фармакофоры и вот линкер, который будет их соединять, вообще учитывалось то, что вся вот эта, ну, большая структура может пройти ГЭП, что может пройти гематоэнцефалический полиер? А, да. В нашем институте есть отдел, который занимается вот моделированием, в том числе проникаемостью через ГЭП, то вообще у нас интересно, у нас есть подразделение, это как мини-фармкомпания. То есть, там есть структура, которая занимается вот моделированием, которая занимается исключительно тестами на изолированных ферментах, есть инвитро часть, клеточная, соответственно, и есть животные. Поэтому, как правило, когда мы выбирали классы соединений, куда, собственно говоря, двигаться, одним из ключевых параметров это была хотя бы проницаемость ГЭПа в инсилика. То есть, в теории они все должны проходить ГЭП. И это низкомолекулярные соединения, поэтому, как правило, они проскакивают очень быстро. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Вопросов больше нет. Спасибо, Алексей Анатольевич.